Я могу понять, что вы эффективны, что это принесло. В какой-то издание, именно в ваших местах, а в регионах, что вы эффективны, что вы эффективны, не оплаты. Да. Говорите. Алло. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Я с вами разговариваю. Со мной. Меня зовут Демянька Виктория Олеговна. Отдел досредел на обыскание Восточного экспресс-банка. По поводу вашей задолженности, звоним по кредитной карте просто 5. В чем причина задолженности? Я же миллион раз отвечала на этот вопрос. Мне ничего не говорили, я звонила в первый раз. А, так надо всем сотрудникам. Вы позовите, вас там много, позовите всех к трубочке. На громкую связь включите. Я скажу, чтобы сразу все услышали. Я не думаю, что сейчас могут услышать. А, ну тогда я, пожалуй, не буду идти у вас на поводу, а то что это за безобразие. Каждый раз звонят и говорят, мне не говорили. У вас же там может быть 7 миллионов человек. Мне каждому повторять, что ли? Может, в такой ситуации вы не оказали? Закрывайте задолженность, звонки им сказать не будут. В чем причина вашей задолженности? Не стоит мне говорить мне, что делать, иначе мне придется сказать вам, куда вам пойти. Никто никуда не пойдет. Да пойдете, пойдете, куда вы денетесь. У вас выбора другого не будет. Анна Сергеевна. Да-да-да, моя кошечка. Что случилось у тебя? Почему вы не оплачиваете кредит? А, я же сказала, ну что случилось с мозгом? Я же говорю, не буду повторять в очередной раз одно и то же. Ну тогда я укажу, что вы не озвучиваете. Нет, только не указывайте, что я не озвучиваю. Это же так страшно для меня. Нет, пожалуйста. Я не знаю, что это для вас страшно. Очень страшно. Я так перепугалась, что вы укажете, что я не отказываюсь озвучивать. Ну а зачем вы тогда мне это говорите? Какую реакцию вы ожидали? Нет, все еще по факту разговора. По факту, вы чеки хируйте поглубже. Тогда уж, что, раз и навсегда. Ваши задолженности до конкурса не узнать, через что вы будете оплачивать. Неправильно поставлен вопрос. Нет, я считаю, что это правильно. А мне фиги этого, что вы считаете. Пока вопрос поставлен неправильно, я не буду на него отвечать. 19 тысяч долларов, и когда, через что вы будете оплатить? Неправильно поставлен вопрос. Задайте вопрос правильно, и тогда, возможно, вы услышите ответ. Ну, с чего вы же мне... Применяйте ко мне технику выбор без выбора. Как это? Через что вы будете оплачивать? Чего вы взяли, что я вообще что-то буду оплачивать? А почему у вас нет возможности не оплачивать? Снова неправильная постановка вопроса. С чего вы взяли, что у меня нет такой возможности? Ну, вы обоснуете ваш ответ. А зачем? А смысл? Смысл мне что-то обосновывать, если через два дня позвонит такая же, как и вы, которая не в курсе, Алиса, в стране чудес. Да, да, ну а смысл тогда? Ну, а смысл тогда? Ну, а смысл тогда? Поэтому идите нафиг со своими советами. Пойдете, пойдете. Смиритесь со своей участью. Ну, вы не думайте перманентно, это я уже поняла. Ну, все-таки, если вы оплату не будете проведить, в дальнейшем оперативное дело уже в суд, в судебном порядке будем решить. Счастливого пути. Я никуда не пойду, я просто укажу эту информацию. Да идите, идите уже. Вам нужно пройти. Ну, постоянно хотите, чтобы я... Потому что вам не доходит через голову, может, вам дойдет через ноги в таком случае. Вы походите, проветритесь, пару-тройку приседаний. А то сидячая работа, это что? Попонька растет, во-первых, во-вторых, геморрой. Оно вам надо. Вот вы пройдетесь, немножечко кровь разгоните, и до вас дойдет. А вы пока засиделись, вам не доходят простые ответы на ваши вопросы. Ну, я же вам только что говорю, я только что уже дыхала, купила Анна Сергеевна. Ну, так что дальше, аргументы следующие, я слушаю. Подождите, пока не говорите, а то у меня вода набирается, не слышу. Тест наберет, тогда будете продолжать первую свою рассыпать. Ну, если у вас долго вода будет набираться, можете выйти в другое помещение, где потише. Да вы мне еще расскажите, куда мне выйти. Я-то еще позвонила, какая-то шмаромойка, будет мне рассказывать что-то. Зачем вы меня оскорбляется, Анна Сергеевна. Нет, это ни в коем случае, ни в коем случае, это не оскорбление, это констатация факта. Ну, потому что вы ведете себя весьма нагло и демонстративно демонстрируете свое пренебрежительное ко мне отношение к незнакомому человеку. Из этого я делаю вывод, что вы невоспитанная хамалом и маромойка. У нас ничего не оскорбляет такое. Я же объяснила только что, тупенькая, только что же объяснила, секунду назад, что с башкой, а? А как вы хотели, чтобы я с вами вела разговор? Я вообще не хотела бы, чтобы вы со мной вели разговор. По-моему, уже с вами в разговоре все понятно. Вы конючите денег, я говорю, что не подают. В чем вопрос-то дальше? Если с вами будут работать судебные приставы, они будут реализовать ваши имущества. Да, 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 да. Жопку вас реализуют уже скоро, наверное, на такой работе. Судя по тому, какие способы выскания возврата, вернее, просроченные задолженности вы используете, вряд ли у вас что-то получается. Я думаю, перманентно вы ходите просто нахрен. Поэтому вас такая обижает. Я не пойду больше никуда. Сегодня 17 раз уже ходила, устала, уже ходила. Вы указывали. Хорошо, значит, через интернет я вас в этом не ограничиваю. У вас кредит не такой большой, у вас зарплата ежемесячная больше, чем ваш кредит. На чужой карабай твой роток не раздевай. Я не смотрю на ваш зарплату, вы закрываете ваши задолженности. Нет, нет. Если у вас нет нужной суммы, то я не буду никому ничего платить. Нет. Сказала в начале разговора, обсуждать это мы не будем, это бесполезно. Ну почему же, если у вас не просто вам помог в этой ситуации? Хотите, чтобы вам помог? Ой, боже, какая навязчивая. Вот как муха. В ухо. Не, ну хотите, я обращусь к вашим коллегам, чтобы они... Обратитесь, да. Счастливого пути. Все, вперед. Я никогда не пойду, им позвоню. Вот собираюсь всем корректировать. Я сегодня 17 раз уже ходила нахер. Я больше никуда не пойду, да? Бедолаги. Я подожду, пока вы договоритесь. Да? Ждите. Ну если вы молчите, я так понимаю, вы договоритесь. Нет, 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 я собираюсь с мыслями, я еще буду говорить. Стоять, я не разрешаю говорить, молчать. Ну такая вы молчите. Молчать, ну как же я молчу, я же говорю сейчас, я говорю, кому говорят, говорить. А вы же не хотите меня слушать. Ну а как у нас с вами тогда конструктивного диалога не получится? Что же происходит у нас тогда? Ай, беда, беда. А что у вас точки, вот с помойки набирают вас? Потому что вот таких вот, как вы, я даже не знаю, я в жизни никогда не встречала таких людей. Вот такое чмошное, отбитое, не знаю, разное, из разных слоев населения у меня были разные, хорошие люди, плохие. Но вот таких чмошных никогда не встречала. Где вас таких находят? Мне интересно. Может один раз захренануть гранату? И чтобы, чтобы долбануло, и больше, больше, вот мир не видел вот таких, как вы. А? Вот скажите, откуда вот такие безголовые находятся? Да чудо, ты в перьях, я тебе говорю, что ты идите в суд, если хотите. Если не хотите, не идите. Но в любом случае, я же сказала для дебилов уже несколько раз, что я никому ничего не отдам. И звонки марамоек ни в коем случае на меня не повлияют. Не надо меня уговаривать. Я не веду переговоры с террористами. Я не договорила. Я слышала эту песню, какими террористами. Вы одни и те же, одни и те же слова. Вы телефонные террористы, вы звоните и конючите у меня деньги. Конечно, вы могаете, я бы даже сказала. Угрожаете распространением банковской тайны. Подскажите мне, Анна Сергеевна, что такое телефонный терроризм? Вот если бы вы пасть свою закрывали, когда я говорю, и слушали бы внимательно, то вы бы услышали, что я уже ответила на этот вопрос. Но вы, к сожалению, слишком тупы для того, чтобы понять, что когда один человек говорит, если вы хотите, задаете вопрос, то его надо слушать. В таком случае вы услышите все ответы. Я говорила, и вы начали меня перебивать. Да в том-то и дело, что вы постоянно говорите, говорите, а я вам говорю, что хорош, не работает на меня это. Не надо у меня попрошайничать и конючить. Я не подаю. Конечно, но вы просите у меня деньги. Нет, требования, это не требования. Требования серьезная организация выставляет в письменном виде. А когда звонят марамойки, это не требования, это попрошайничество. Но только когда вы подписывали кредитный договор, вы ознакомились, что сами могут взаимодействовать. Да, ну, ознакомилась, конечно, только там не было написано, что марамойки мне будут звонить и требования по телефону выставлять. Само какно, что сами будут взаимодействовать. Взаимодействовать, совершенно верно, но не требования выставлять. Глупыха. Мы будем звонить и выставлять вам требования. Ну, так вы дебилы, потому что. Расскажите мне про понятие телефонной терроризм. Что это такое? Ответила на этот вопрос. Если бы закрывали пасть, услышали бы. Нет. Да, да. Ну, так вы тупица. Вы не умеете вести общение, поэтому и не услышали. Что долларов стоит повторить? Перечисляйте. Не значит, что такое понятие терроризм. Сказала для дебилки. Сказала, в чем терроризм заключается. Сказала. Но дебилка была настолько дебилка, что не могла закрыть пасть. Это не терроризм. Все, продолжайте себя в этом не ждать. В моменте, когда вы сказали, что вы отказываетесь возвращать деньги. Да никаких денег я не подаю. Хорош. Я никому ничего не должна. Идите в суд, доказывайте обратное. Но вы же с карты деньги потратили, верно? Идите в суд и доказывайте обратное. Да, на идее. Потому что у вас всех давно там пора перебить. Взять лопату и перебить всех. Вот таких марамоек. Ну и сейчас угрожаете, угрожаете мне. О, конечно, да. Напишите, сходите, напишите на меня заявление. Срочно, срочно. Так и пишите. Я марамоек звонила человеку, попрошайничала, вымогала деньги. Мне сказали, что мне пора дать лопатой по голове. Мы не только говорили, да, вы говорите, что... Да, я так и говорю, да, 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 идите, пишите заявление срочно. Пусть меня накажут по всей строгости закона. Правда, за таких, как вы, мне еще и заплатят, мне кажется. Орден дадут, скажут. Господи, так а что же вы не осуществили-то, Анна Сергеевна, свое обещание? Сразу бы замужество. Замужество. Орден замужества. Ой, мысли все в одном, да? Здравствуйте. Анна Сергеевна. Да. Меня зовут Абрамов Александр Дмитриевич, Банк Восточный отдел досудебного взыскания. Напоминаю, что у вас задолженность по кредитной карте просто. Почему вы вышли на просрочек? Не буду отвечать на вопрос. По какой причине вы будете не отвечать на вопрос? Я не буду отвечать. Вы понимаете, что у вас просрочка, которая длится 592 дня. Вы как взяли кредит в нашем банке в 2019 году, так с тех пор вы его и не возвращали. Вы никаких платежей не производили. Поэтому я вас спрашиваю, почему вы около двух лет не производите платежи? Не буду отвечать на вопрос. Скажите, пожалуйста, с каким средством вы собираетесь погашать свой долг? Вы глупенький. Я же вам сказала, что не буду отвечать на вопрос. А вы снова задаете и задаете вопрос. Ваша задолженность составляет 19100 рублей. Вы ее должны оплатить сегодня или завтра? Все, пока. Вы собираетесь оплачивать сегодня? Это снова вопрос. Я повторяю свое требование. 19100 рублей к оплате сегодня или завтра. Иначе дело о вашей задолженности уйдет в суд. Это чревато таким негативными последствиями, как оформление судебного приказа в течение 10 дней. И на основании судебного приказа судебный пристав взыщет имущество еще долго. Я думаю, что вы законопослушный гражданин. За 19000, сынок, пристав даже жопку свою не поднимет с кресла. Успокойся, вот это херабру больше никому не рассказывает. Причем судебный приказ не оформляется, а выносится. Это решение суда. То оформим судебный приказ. И пособия по инвалидности они оформляют. Анна Сергеевна, вы понимаете, что судебные приставы даже на любую сумму имеют право взыскать имущество? Имеют, но не будут. Да, в реальности. А с чего взяли, что не будут? Да потому что, дедушка моя, слушай внимательно. Потому что, деточка моя, на одного пристава приходится в районе 2000 дел. И у него в приоритете далеко, во-первых, не кредитные долги, а во-вторых, далеко вот не вот такие суммы несчастные по 20 тысяч. Поэтому за 20 тысяч пристав не поднимет даже свою задницу, потому что он прекрасно понимает, что он придет в... Во-первых, очень малая вероятность, что вы выиграете суд. Замолчи. Нет, и давайте вы мне не будете указывать. Ты что, дура? Вы, давайте мне не будете указывать. Трубочку вешай. Давай, давай. Не нужно указывать, пожалуйста. Давай вешай трубочку. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Ведущий специалист в партнерском взыскании и посвященном задумке с Альфа-банком. Я за Панкатов Андрей Васильевич. И не Александр, вы? Мы. Не забывайте на фото Альфа-банком. Маньяки назвали, давайте, в субботу с самого утра. Вот вам делать нечем. Личной жизни совсем нет. Какого причина от вата не производится? Отвечал уже на эти вопросы. Да. Алло. Ничем полу не дало? В октябре обещали погодить свой долг, оплату не произвели. Да, он не горит. Что у вас случилось? Не горит. Что не горит? Звезда у вас интеллекта, во лбу не горит, раз вы переспрашиваете по своему же вопросу через 3 секунды. Так вы не отвечаете на вопросы, я поэтому переспрашиваю. А я сказала вам, что я не буду отвечать на вопросы, потому что я на них отвечала уже миллион раз. Давайте, не теряйте нет диалога. А то как Алиса в стране чудес. Конкурс для скинхедов с рассеянным вниманием. Россия для окошка. Вот это право. Это не мое любопытство. Мы же с вами понимаем, что у вас есть какая-то весомая причина, раз вы не оплачиваете. Естественно, я уже понимаете, что эту весомую причину я уже хрен знает сколько раз повторила таким же оператором колл-центра, как и вы. Вы работаете? И это я уже повторяла неоднократно. И вообще по телефону только дегенерат может... Зачем вы меня перебиваете? Только дегенерат может по телефону рассказывать о своих персональных данных и вообще о своих личных каких-то данных. Особенно, когда звонят с мобильного номера непонятные шароможники. То есть вы не верите, что ему звонят с Альфа-банка? Да, конечно. Звонят один другого получше. На информацию я говорю, никто нигде ничего не фиксирует. Звонят чаще двух раз в неделю. Я предполагаю, что это сотрудники, настоящие сотрудники Альфа-банка смешались с мошенниками. И звонят пополам. Раз вы не верите, что он звонят с Альфа-банка, звонки будут поступать. А кому не пойдем к единому на решение, Ксения Александровна. Какая потрясающая логика. И нас вам не верят. Давайте повторим, потому что это шедевр, может кто-то не услышит. Раз вам не верится, что вам звонят из Альфа-банка, звонки вам будут поступать постоянно. Это то есть вы меня что-то, да? Психологическое воздействие, оказывается, что происходит? Или как это вообще понять? Я в том, что не работаю. А, ну все, пока тогда. Я готова вернуться к вопросу о том, что до свидания уже, мальчик. Алло. Херам пол бы не дало? Хочу продолжать. Видишь, что звонят мне из банка? Да я думаю, шарамышник какой-то. Наш разговор принял циклический характер, вам перезвонят попозже. Долбонос, мозг у тебя циклический характер принял. Давай, все, ложь. Ты больше не разводи людей на деньги, мошенник. Долбонос. Всеistем для тебя, я quartок смотрел в компетен.